АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим Манеж за приглашение. Как раз-таки скульптура, которую вы видите на портике Манежа, это часть проекта, который был осуществлен нашим музеем в 2023 году. Это не оригиналы, это реконструкция скульпту, моделей, памятников, проведенная нами совместно с партнерами Академии художеств, факультетом скульптуры, кафедрой реставрации и Центральным государственным архивом кинофотофона документов Санкт-Петербурга. Также в проекте приняли участие еще несколько музеев. Это музей-усадьба Чернышевского в Саратове, музей политической истории России и музей истории Санкт-Петербурга, которые предоставили хранящиеся у них фотодокументы для того, чтобы реконструкция была проведена, и мы могли изучить эти памятники. Дело в том, что существенная часть памятников утрачена, и они изначально создавались из временных материалов, не задумывались как постоянные. Предполагалось, что как раз горожане должны решить, какие памятники получат постоянный материал, какие будут отлиты в бронзе или высечены в граните. И поэтому материалы приходили в негодность, разрушались, памятники были сняты. Некоторые были утрачены по другим причинам, расскажу об этом подробнее. Мы выбрали для проекта пять памятников разных скульпторов. У каждого по-разному сложилась его творческая судьба, и судьба самих памятников тоже сложилась по-разному. Кроме того, на выставке представлено еще несколько скульптур, которые связаны непосредственно с планом монументальной пропаганды. Это, в частности, бюст Лассаля, скульптора Синайского, Виктора Александровича Синайского. Это вариант, который был создан в качестве постоянного и оказался в фондах музея городской скульптуры. Сейчас представлен на выставке, на первом этаже вы можете его увидеть. Также на первом этаже находится бюст Гарибальди, работа в зале, и это отливка по авторской модели. Расскажу для начала о двух основополагающих документах для плана монументальной пропаганды. Первый — это декрет о памятниках республики от 12 апреля 1918 года. Он предполагал снятие памятников царям и их слугам, которые не имеют художественного и исторического значения. В рамках выполнения этого декрета в Петрограде тоже было снято несколько памятников, в частности, памятник великому князю Николаю Николаевичу, находившись на Манежной площади, памятники работы Берштама. Но основные монументы, которые все-таки представляли историческую художественную ценность, где эта ценность была признана, они не пострадали. Вторая часть декрета предполагала мобилизацию художественных сил для того, чтобы поставить новые памятники героям нового времени. Уже зимой Ленин обсуждал с Луначарским, с наркомом просвещения, эту идею поставить памятники, заполнить города памятниками новым героям, можно сказать, обжить это пространство. В общем-то, многие памятники действительно ставились на том месте, где либо уже до этого стоял памятник царского времени, либо предполагался памятник. Но от обсуждения до декрета прошло несколько месяцев, а еще через несколько месяцев был опубликован список Лицкой, предположено поставить монументы. Это вторая редакция была опубликована 2 августа 1918 года. Слева вы видите копию из «Известий в ЦИК», где как раз был опубликован список. Он включал 66 имен. И там было две редакции списка. Сначала опубликовались условия конкурса и список для Москвы. Там было 63 имени, потом список обсуждался еще раз. И немного видоизменился. Но интересным для нас является то, что в него вошли не только революционеры, не только политические деятели, не только общественные деятели, но и те, кто занимался культурой, композиторы, писатели, художники, деятели искусства и науки. И еще интересно то, что в список входили не только представители российской культуры, науки, но и иностранцы. Примерно, наверное, 20 из 66 имен – это иностранцы. Всего два женских имени в списке. Это Вера Комиссаржевская и Софья Перовская. Как раз о памятнике Софьи Перовской мы с вами поговорим. И также задумывалось, что каждое открытие памятника будет сопровождаться активной сопроводительной программой. Проходит в форме митинга. Но для того, чтобы рассказать людям о том, кому памятник посвящен, кто эти люди, почему они достойны памятника, и почему их какие-то идеи, жизнь должны быть интересны и соответствовать представлениям о новых ценностях нового общества в Советской России. Вот мы видим с вами фотографию это открытие памятника Герцена. Все проходит в очень торжественной обстановке. Каждый раз оркестр речи почти всегда выступает. Как раз нарком просвещенилу начарский. Его речи издаются потом отдельными буклетами. Некоторые входят потом в разнообразные собрания его сочинений. В общем, все это действительно задумывалось как такая большая процедилистская программа. Потому что в список входили самые разные имена. Понимаю, что там было плохо видно на фотографии из газеты. Поэтому несколько имен приведу, наверное. Так, например, Ломоносов, Менделеев, Рублев, Кипренский, Радищев, Лермонтов, Толстой, Герцин, Бакунин, Плеханов. В общем, огромное количество самых разных деятелей культуры и науки входили в этот список. Практической реализацией плана занимался отдел изобразительных искусств наркомпроса. комиссариата просвещения, народного комиссариата просвещения. Заведовал им Давид Штыренберг. Состоял отдел из двух коллегий, независимых друг от друга. Одна находилась в Петрограде, другая в Москве. Потом еще создавались отделы ИЗО при Советах народных депутатов разных городов. Но это для нас сейчас не важно. Важен, наверное, список имен, кто в эти советы входил. Потому что многие эти люди повлияли на развитие культуры нашей страны. В Петрограде это были Айтман, Пунин, Чихонин, Матвеев, Маяковский, Брик, Щуко, Ваулин. Наверное, только имя Ятманова может быть знакомо немногим из этих имен. Потому что он как раз был скорее чиновником и революционером, чем деятелем культуры. В Москве Татлин, Малевич, Кандинский, Фальк. Тоже, в общем, список имен. Да, вот скульптор как раз Каненков. Надо не забыть про него сказать. Все эти имена имеют определенный вес. И как раз-таки советские искусствоведы, историки искусства много критиковали работу отдела изобразительных искусств. В частности, над этой программой, над ленинским планом «Монументальная пропаганда». Критиковали в самых резких выражениях. Говорилось о саботажниках, которые дискредитируют идею Ленина и используют ее для совершенно невообразимых экспериментов. Какие же это были невообразимые эксперименты? Мы с вами скоро посмотрим, покажутся ли они нам такими же невообразимыми. Соответственно, в Москве началась работа над памятниками, в Петрограде она началась немного позже. И вы видите список опубликованных имен деятелей, которым предложено поставить памятники. Но получается, что, например, Пунин, который входил в отдел изобразительных искусств, критиковал саму идею постановки памятников историческим лицам. Следующим образом. Он писал, что сама идея ставить памятники великим героям революции не вполне коммунистическая идея. Героев нет, тем более великих героев. Время героического понимания истории безвозвратно прошло. В общем-то, она как раз отражала отчасти идею того, что классы решают, как будет развиваться исторический процесс. Но при этом все равно власть советская видела необходимость в каких-то примерах героев для подражания, героев, которые отражают конкретные ценности. В общем, риторику Пунина не оценили. Второй его аргумент был связан с формой, в которой памятники создаются. Что реалистическая форма устарела и не отражает новых революционных идей. Но об этом мы тоже поговорим немного позже, когда будем смотреть уже на конкретные примеры. Да, вот еще одно открытие, которое мы видим на фотографии, это открытие памятника Агюста Бланки. Памятник находился около Балтийского вокзала. И мы как раз видим тоже на столе стоит человек, который произносит речь на митинге. И видим всех собравшихся. Но это просто в качестве примеров того, как проходили открытия. Я показываю фотографии. Дальше предлагаю обратиться уже непосредственно к памятникам, которые были установлены. С одной стороны, у нас есть декрет о памятниках республики, а с другой стороны, есть вот этот список и есть конкурс-заказ, по которому работали в Москве и Петрограде. Ну вот мы с вами видим памятники, установленные в Саратове в конце 1910-х, в начале 1920-х годов. Слева мы видим памятник Свободе или памятник Радищеву, и справа памятник Чернышевскому. Это тоже имена, которые входят в список. Но получается, что у нас нет свидетельств о том, чтобы это финансировалось как конкурс-заказ. Соответственно, часть исследователей понимает, что план монументальной пропаганды — это вообще вся монументальная политика. Правильнее говорить, наверное, так. в Советской России, которая последовала за декретом о памятниках республики. Часть исследователей все-таки придерживается того, что только памятники списка из списка лиц предложено поставить монументы, входят в план монументальной пропаганды. Но при этом мы знаем и другие примеры, когда, например, в Петрограде скульпторы сами предлагали темы, и их памятники финансировались государством, опять же, в рамках этого конкурса-заказа. Они не входили в список. И как тогда их оценивать? В основном памятники в рамках списка создавались в крупных городах. Очень часто при этом можно встретить, опять же, в работах исследователей советского времени, информацию о том, как проходила реализация плана монументальной пропаганды в небольших городах, областях. И там в основном это памятники мученикам революции. И очень часто они в архитектурной форме сделаны, в форме обелиска они, скульптуры. Но, тем не менее, вот тоже вопрос, как их оценивать. То есть оценивать их как просто часть монументальной политики или как часть плана монументальной пропаганды. Первый скульптор, о котором я хочу рассказать, это Леонид Шерот. И рассказать о нем как раз хочу потому, что он координировал выполнение плана монументальной пропаганды в Петрограде на первом этапе. То есть в Москве конкурс «Заказ» стартовал уже в мае. Были очень четко прописаны условия конкурса. Так мы знаем, что была даже прописана высота скульптуры, сроки ее исполнения. И было обозначено то, что сразу должен создаваться эскиз в большом размере, в размер будущего памятника. В Петрограде ситуация была иная. Тоже был конкурс «Заказ». Им занимался Леонид Шерот. Он известен в основном жителям нашего города как автор памятника Макарову в Кронштадте. Но как раз на фотографии справа мы видим еще одну его очень известную работу советского периода. Памятник Макарова был создан еще в Царской России. Мы видим часового. И также мы видим обложку книги «Путь скульптора», потому что помимо того, что он координировал план, создал сам несколько памятников, он еще и написал мемуары, которые как раз являются одним из важных источников для нас знаний о реализации плана монументальной пропаганды. Что касается источников вообще, то получается, что у нас есть какое-то количество публикаций в газетах того времени. Это «Красная газета», «Пламя», «Искусство коммуны», «Северная коммуна» и другие издания. И у нас есть какое-то количество документов, приказов, небольшое достаточно. Есть записки скульпторов с просьбой о выделении материалов им, если эти записки о конкретных памятниках. Опять же, можем сделать выводы, кто над чем работал. И есть, конечно, статьи Луначарского, воспоминания Луначарского и воспоминания, опять же, скульпторов, которые в плане участвовали. Вот с Леонида Шервода и начнем. Первый памятник, который был установлен в Петрограде, это памятник Радищеву. Получается, что 2 августа опубликован список, а уже в сентябре у Леонида Шервода был готов первый памятник. И либо он все-таки готовился заранее, опять же, зная о московском конкурсе, общаясь с Луначарским, либо он работал очень-очень быстро. Но памятник… Сейчас я скажу, даже какого числа он был установлен. У меня здесь специальная шпаргалка есть для этой цели. 22 сентября. Был он установлен рядом с Зимним дворцом. Места установки памятников вообще выбирались не случайно, а часто имели такое глубоко символическое значение. И он установлен в проломе решетки. То есть мы видим вот такое достаточно странное… Наверное, даже сложно узнать Зимний дворец, на фоне которого он стоит. Фотографии из фототеки Музея городской скульптуры. Справа вы видите живописный портрет Радищева. И памятник Радищеву, конечно, был достаточно… Про Шервода вообще говорили, что он скульптор, который работает в разной манере, в том числе импрессионистической. И вот здесь вот это скорее импрессионистическая подача, потому что он хотел запечатлеть Радищева в момент ареста. Но памятник, с одной стороны, был хорошо встречен властями и вызвал достаточно положительную реакцию, с другой стороны, прохожие говорили, что это Екатерина II. А тот же Николай Путин написал, что он неделю ходил мимо памятника и только через неделю заметил, что памятник исчез. А исчез он потому, что был сбит во время грозы, буря, ветром и таким образом разбился. Но как раз-таки памятник Радищеву сохранился в Москве. Шервод по просьбе властей создал копию авторскую и отвез ее лично в Москву. В Москве памятник Радищеву тоже был открыт. И там он не был утрачен, а попал в фонды музея архитектуры имени Щусева, где благополучно находятся и по сей день. Кроме того, Шервод работал над памятниками Бакунину, Шмидту, но эти работы, к сожалению, не были в итоге реализованы. И памятник, о котором мы хотим поговорить как раз сегодня, потому что он расположен на портике Манежа, это памятник Герцену, который стоял у Литейного моста. На фотографии Центрального государственного архива кинофотофона документов мы видим автора, Леонида Шерфта, рядом со своим произведением. Наверное, многие обратили внимание на то, что цвет памятника достаточно необычный. В Москве условия конкурса заказа тоже были регламентированы. Памятник должен был быть либо цвета нетонированного гипса, либо окрашен в тот материал, который планируется в дальнейшем. То есть если вы, например, претендуете на то, чтобы ваш памятник был отлит в бронзе, то он должен быть тонирован в цвет бронзы. В Петрограде, видимо, такого условия не было, либо Шерфот им пренебрег, и сделал памятник цвета красной терракоты, как он сам написал в своих мемуарах, для того, чтобы победить синее пространство Невы, на фоне которой был расположен памятник на Арсенальной набережной. Этот памятник был встречен гораздо теплее, и особенно советские искусствоведы ему вообще очень радовались, потому что он все-таки уже в реалистичной манере. был выполнен, как раз здесь вы видите реконструкцию памятника, сделанную студенткой Академии художеств Верой Латышевой. После тонирования в цвет красной терракоты реконструкция бюста находится у нас в выставочном зале на Невском 19. Сам памятник был установлен в феврале 1919 года и простоял до января 1929. Еще два памятника, о которых я зачитаю цитаты, потому что ничего кроме цитат нам, к сожалению, не осталось, нет ни фотографий, которые можно было бы показать, ни эскизов. «Вечерняя красная газета», 10 декабря 1918 года. О памятнике Бакунину. Эскиз этого памятника исполнен скульптором Шерудом. Памятник задуман в языческом стиле. Скульптор предполагал его сделать из дерева. Бюст Бакунина, или вернее его голова, будет стоять на пне. Но по словам автора эскиза, памятник, отличавшийся от обыкновенных форм памятников, соответствует революционной натуре Бакунина, не признававшей существовавших форм. Про Шмита нет, у меня никакой цитаты, к сожалению, для вас. Но есть достаточно подробное описание эскиза памятника декабристам. Но как раз-таки здесь эскиз в скульптурном варианте сохранился. Возможно, кто-то из вас видел его на выставке Шеруда, которая проходила совсем недавно в Русском музее. Большая ретроспектива его работ. И там, в частности, был и этот эскиз. Вот его описание. Два варианта было выполнено. Первый представлял из себя мотив из пяти белых амперных колонн, служивший педесталами для бюстов декабристов. Впереди на тумбе, как бы возглавляя шествие, стоял грифон с энергично поднятой лапой, как бы символизирующий революционный порыв декабристов. Второй вариант — та же колоннада подковой с грифонами с двух сторон. Шеруд считал, что в композиции он воплощал идею с заговором. Вообще, замечательный каталог был выпущен Русским музеем к этой выставке, где есть подробная информация и о скульпторе, и о его работах разного периода. Также Шеруд на первых порах координировал исполнение плана. То есть он принимал работы у других скульпторов, но через какое-то время у него возник конфликт с художниками левого направления. И конфликт этот был по поводу памятника Лассалю. Как раз-таки бюст Лассаля представлен на выставке «Сопряжение форм». В основном конфликт касался постамента. Постамент был конструктивистским, состоящим из геометрических фигур. И Шеруд считал все это лишним. В своих воспоминаниях он писал, что он вообще старался оставить коллег на пути реалистического портрета. Но мы с вами увидим, что большинство работ, хотя они могут быть очень различными по форме, но все равно там решена проблема портрета в том смысле, что все равно мы видим портрет конкретного исторического лица. Так или иначе, уже в ноябре 1918 года инициативу у Шеруда перехватывают три более молодых скульптора. Это Карли Залли, Орландо Гризелли и Виктор Синайский. И дальше какое-то время они занимаются установкой работ, но эти работы вызывают большую критику. Но мы пока поговорим об еще одном авторе, который ближе был все-таки к академизму, к академической школе. Это Блох Михаил Федорович. И мы с вами видим его модель памятника великому металлисту. Прямо во дворце Труда он работает. Мы видим, что это модель в глине, полноразмерная, высотой она около 6 метров. И она будет установлена у Дворца Труда в рамках празднования годовщины революции. И, собственно, открытие Дворца Труда в его уже именно этом качестве место для работы профсоюзов и трудящихся. И памятник... Вот мы видим, соответственно, как он выглядит на фоне самого Дворца. Такой постамент, как будто специально задуманный для того, чтобы было очень удобно делать групповые фотографии. И сохранилось много групповых фотографий на фоне этого памятника. Он был утрачен в 1922 году. Очень часто можно в литературе встретить информацию о том, что он был утрачен уже в 1919. Но дело в том, что есть информация о том, что после того, как памятник пришел в негодное состояние, был объявлен конкурс по мотивам по этой же теме. То есть можно было создать скульптором новый вариант великого металлиста. В конкурсе приняли участие достаточно известные в будущем. Скульпторы, например, Матвей Генрихович Манезер, который об этом оставил воспоминания. В архиве Музея истории Санкт-Петербурга сохранились шесть фотографий, которые, вероятно, являются именно моделями этого конкурса. Но и главное, что сохранились документы об объявлении конкурса, в которых сказано, вплоть до окончания конкурса имеющийся памятник не снимать. Что говорит нам о том, что памятник простоял до 1922 года. Это тем более интересно, что судьба Блоха сложилась трагически. Его расстреляли в 1921 году по подозрению в финансировании белопольского движения. Его жена жила в Варшаве, и сохранились разные свидетельства современников о том, как все это произошло, но свидетельства, такие слухи, скажем так, записанные слухи. Но, тем не менее, они есть в дневнике Филонова, например, о том, что Блоха расстреляли по обвинению в шпионаже. Наш музей сделал запрос в Центральный архив ФСБ России, и нам ответили. Сейчас я попробую найти. Он был арестован 5 августа 1920 года в Петроградской чрезвычайной комиссии и доставлен в Москву. Находился под стражей в Бутырской тюрьме по постановлению коллегии особого отдела Западного фронта от 20 сентября 1920 года по обвинению в субсидировании агентов белопольского шпионажа денежными средствами. Расстрелян 21 сентября 1920 года. Данных о месте захоронения в деле не имеется. Заключение Российской Федерации от 19 апреля 1999 года реабилитирует Блоха. Тем не менее, после его расстрела памятник не был снят и простоял еще несколько лет. Нам с вами интересно то, что памятник не соответствует списку, и также то, что это полноразмерная фигура, потому что большинство памятников были выполнены в форме бюста, наверное, где-то 15 или 17 из 31 памятника установленного. Это было вызвано как экономическими соображениями, так и сроками работы. Сроки были очень сжатые, скульпторам на работу отводилось 3 месяца, и, соответственно, многие выбирали именно эту форму. Блох как раз был готов к достаточно смелым экспериментам, потому что еще один памятник, на который мы посмотрим, был еще больше по размерам, задуман еще более масштабно. Ну и интересно то, что он предлагал темы не из списка согласованного. Но как раз-таки тема активно использовалась и другими художниками, которые оформляли празднование годовщины революции в 1918 году. Вообще получается, что вот такой новый, можно сказать, культурный код, который постепенно появился, он как раз в то время и формировался. Мы же почему-то долгие годы рабочего изображали именно таким. Это человек с молотом и в фартуке, хотя понятно, что рабочие занимаются совершенно разным трудом и могут быть одеты по-разному, но именно эти атрибуты стали такой неотъемлемой частью образа. Наверное, можно сказать, что вот эта трактовка восходит вообще к молоту как символа рабочего движения, который появился в Европе еще в середине 19-го столетия и распространился в России после революции 1905 года. И, в общем-то, был закреплен, когда вместе с Конституцией 1918 года был принят еще и герб России, где были два символа — серп и молот. И постепенно мы переходим от просто изображения молота к фигуре рабочего с молотом. Перед вами эскиз панно Давида Штыренберга, как раз того самого, которого возглавлял отдел ИЗО, наркомпроса. И он хранится в Государственном русском музее. И предполагалось, что этим панно будет украшен Зимний дворец со стороны набережной. А также мы видим еще некоторые варианты. Там, на самом деле, было много эскизов, в которых так или иначе вот этот образ рабочего с молотом и наковальней интерпретировался. Но вот даже прям совсем прямое цитирование памятника Блоха — это украшение площади труда, где архитектор Лангбард предложил изобразить еще и в виде таких живописных панно на фонарях памятник «Великий металлист». Следующий памятник работы Блоха — это «Освобожденный труд», памятник, который появился на Каменном острове. Там архитектор Фомин занимался украшением, тоже праздничным оформлением этого места, потому что в тот момент окружающий район должен был стать местом отдыха трудящихся. И для домов отдыха было задумано вот такое вот праздничное оформление. Центром композиции должен был стать памятник «Освобожденный труд» Блоха. При этом были привлечены еще другие художники и архитекторы, которые создавали другие элементы оформления. Ну и Абрамович Троцкий, Чихонин. Что мы с вами видим? Это еще более масштабная фигура. 10 метров. И мы снова видим молот и наковальню. Но в этот раз они уже... Он же не трудится, он, наоборот, отдыхает. Поэтому, видимо, они уже не в руках. Также сохранились разные слухи о том, что он был полностью обнаженным. Но потом пришлось очень быстро, чуть что не вечером накануне, сделать фартук. И памятник тоже не сохранился, не дошел до наших дней. Но интересно то, что если «Великий металлист» такая тема, которая явно была в тот момент предложена и никем больше пока не использовалась, но, в основном, мы не видим таких очень ярких проявлений, то как раз «Освобожденный труд» эта тема возникает почему-то сразу в нескольких городах. Во-первых, объявлен конкурс к 1 мая в Москве. И в конкурсе участвуют достаточно известные скульпторы. Это и Мухина, и Каненков, и Терновец. Конкурс ничем не заканчивается. Ленин приезжает посмотреть конкурсные работы. Происходит закладка камня, но памятник не установлен. Справа вы видите «Освобожденный труд», который был установлен в Екатеринбурге, скульптора Сергея Дмитриевича Эрези. Он тоже не сохранился. И он был мраморным. И еще два «Освобожденных труда». Слева это памятник, установленный в Казани, на постаменте, оставшемся от памятника Александру II. Тоже распространенная история, когда постаменты от памятников царского времени так или иначе использовались для памятников советского периода. И слева вы видите работу, которая как раз-таки более ранняя. Она дореволюционная и принадлежит барельеф «Освобожденный труд» петроградскому скульптору. Это Леопольд Дитрих. Она хранится сейчас и в Выборгском музее-заповеднике. Тоже мы уже видим вот такую интерпретацию рабочего с молотом. Но в принципе в станковой пластике, не монументальных работах. Образ труда, вот как такого полуобнаженного мужчины с молотом или необязательным, с каким-нибудь другим орудием, он возникает раньше работы Константина Минье, бельгийского скульптора, и его многочисленных последователей. Работы Блоха критиковали как раз-таки представители левого направления Владимир Маяковский. Вскоре после открытия памятника «Великий металлист», выступая на дискуссии про ряда искусства, говорил о работе Блоха. Нужна новая форма искусства. Поставить памятник металлисту мало. Надо еще, чтобы он отличался от памятника печатника, поставленного царем. Революция, разделившая на два лагеря всю Россию, провела границы между правым и левым искусством. Налево мы, изобретатели нового, направо они, смотрящие на искусство, как на способ всяческих приобретений. Это великолепно понимают рабочие, радостно принимающие наши выступления. Вне классового искусства нет. Новое создаст только пролетариат. И только у нас, у футуристов, общая с пролетариатом дорога. Но на самом деле как раз творчество футуристов, и тут я должна оговориться, что в тот момент нет какого-то четкого разделения. Очень часто можно услышать кубофутуристы. То есть всех художников, кто не работает в академической, реалистичной манере, кто работает с абстрактным искусством, с какими-то абстрактными формами, называют примерно одинаковым часто. Они все кубофутуристы, и нам не всегда понятна их теоретическая платформа. То есть с какой целью, например, они так работают с формой, производят синтез, анализ формы. К сожалению, мы не знаем. То есть мы видим только поверхностные кубистические приемы. Поэтому часто мы можем говорить именно о кубистических приемах. И творчество футуристов принимали не всегда радостно. Они критиковали в том числе их оформление праздников, которое было очень ярким, очень запоминающимся. Но критики подвергалось немалой. Пока мы рассказываем о таких более реалистичных портретах, хотя, наверное, в фигуре великого металлиста вы видели, опять же, утрированные руки. Его критиковали в том числе за неправильную проработку формы, анатомии. Но понятно, что это был прием художественный. Эти огромные руки, которые давляют над всей фигурой, они скульптором сделаны не случайно, а тоже как символ. Потому что, конечно, с анатомией он справился прекрасно. Он окончил Академию художеств и, в общем-то, до революции получал разнообразные награды за свое творчество. Точно анатомию знал. Памятник, на который хочу обратить ваше внимание, это, кстати, место, наверное, вы узнаете, мы находимся совсем недалеко от него, колонна славы. Это как раз слева от манежа. Если мы будем выходить из манежа, то слева. В начале Каннегвардейского проспекта. И вот между этими колоннами славы стоит памятник, простите, пожалуйста, Володарскому. Дело в том, что Володарский как раз был убит незадолго до публикации списка, и поэтому его имя, конечно, в список вошло. Непосредственно на месте убийства Володарского, которое как раз произошло в Петрограде, был установлен архитектурный памятник, архитектура Руднева. Но первый скульптурный памятник появился именно здесь. Кстати, вот на постаменте, не знаю, хорошо ли видно, там выглядит, как будто написано два слова. Я долго вглядывалась и думала, почему же он Володарский? То есть что же там написано такое? Оказалось, что это просто буква А отвалилась посередине, но написано там именно Володарский. Мы можем посмотреть на эскиз в глине, который в своей мастерской сделал блох во время работы над памятником. И этот памятник простоял недолго, он был взорван и утрачен в результате террористического акта в 1919 году. Следующий памятник Володарскому был установлен уже в 1925 году, недалеко от места гибели. Он стоит там и сейчас, рядом с мостом. И он создан уже Матвеем Генриховичем Манезером. Как раз таки на выставке вы можете видеть другую работу Манезера. Это... Я затрудняюсь, к сожалению, ответить, потому что это не наш экспонат, по-моему, Государственного музея истории России. В смысле, я не могу сказать, это эскиз, модель или какое конкретно имеет это отношение, скульптура к памятнику жертвам 9 января 1905 года. Но памятник в городе существует, и как раз таки скульптуру вы тоже можете увидеть на выставке. Сохранились письменные свидетельства о том, что блох работал над памятниками Софьи Перовской и Урицкому. Мы с вами видим фотографию, которая в фототеке Государственного музея городской скульптуры подписана как модель памятника Урицкому. Но также мы знаем, что была тиражная скульптура Азмоносовского фарфорового завода. Она сохранилась в коллекциях двух музеев нашей страны. Возможно, как памятник был не реализован, то было решено использовать модель для небольшой тиражной скульптуры. Но, возможно, все-таки это изображение изначально не является моделью памятника. Тут мы точно сказать не можем. Можем только сказать, что блох точно работал над образом Урицкого, и что точно есть такая модель его работы именно с изображением этого человека. Следующий скульптор, о котором хочу рассказать, это Теодор Залькальц. Долгое время он жил и работал под фамилией Гринберг, но потом сменил фамилию на Залькальц. Он родился в Латвии и существенную часть жизни прожил в Латвии, оказал большое влияние на развитие латвийской скульптуры. Справа вы видите его портрет, который был выполнен его другом Орландо Гризелли. О нем мы тоже сегодня поговорим обязательно. И слева просто его портрет. Он тоже принял участие в плане монументальной пропаганды. Он много преподавал и в Латвии, и в России. И являлся, в частности, учителем Ивана Шадра, чьи работы представлены на выставке. Несколько работ, которые вы можете посмотреть. Но мы с вами поговорим о памятнике Чернышевскому, который был установлен недалеко от Исаакиевского собора в Александровском саду. Вы видите с одной стороны эскиз памятника, а с другой стороны уже сам памятник, который установлен. Он тоже был гипсовым. Также хочу вам показать фотографии, которые были сделаны сыном писателя, Михаилом Николаевичем Чернышевским, присутствовавшим на открытии. Они сохранились в музее усадьбы Чернышевского в Саратове и помогают нам немного уточнить расположение памятника. Вы видите, что с одной стороны там было видно купол Исаакиевского собора, а теперь с другой, и мы примерно можем сказать, где же памятник все-таки находился. Этот памятник тоже был утрачен в 20-е годы. И еще одна работа Залькальна в рамках монументальной пропаганды — это памятник как раз-таки Агюста Бланки. Мы уже видели одну из фотографий с открытия в самом начале. Имя Бланки не входило в список, лиц, в коем предложено поставить памятник. Но, как я уже говорила, и сами скульпторы периодически выступали с инициативой поставить памятник какому-то конкретному лицу. И городские власти могли тоже выступать с такой инициативой. Например, этот памятник установили по инициативе Нарвско-Московского заставского комитета. Он находился рядом с Балтийским вокзалом. И была даже надпись на постаменте, но потом эта надпись была заменена. Сейчас мы уже не видим никакой надписи о Нарвско-Московском заставском комитете, о его роли в этом. Также про этот памятник можно сказать, что он выполнен в общем-то в достаточно минималистичной манере. Луначарский писал про памятник, что многим Чернышевский показался слишком вычурным, но нам с вами, наверное, он кажется скорее минималистичным, а Луначарский скорее всего имел в виду все-таки отход от академической манеры, от реалистического портрета. И памятник Бланки, тут мы видим еще большее выражение этой идеи, но дальше мы посмотрим эскизы нереализованные, которые, в общем-то, еще более интересны, наверное, и несколько более радикальны. Это вариант памятника Мусоргскому. Сохранилась бронзовая отливка, авторская, но более поздняя, в Национальном музее Латвии. А это фотография, которая хранится у нас в фототеке. Это явно не бронза, это гипс. Памятник не был утвержден. Возможно, я повторюсь, но если не повторюсь, то лучше скажу, в общем, что в Петрограде, в отличие от Москвы, все-таки утверждались эскизы в малом размере. С одной стороны, для нас это очень хорошо, потому что часть эскизов где-то публиковались, и мы можем сравнить первоначальный замысел с тем, что было реализовано. С другой стороны, наверное, это позволяло на более ранней стадии отказаться от каких-то решений или, наоборот, их принять. Но судя по тому, что авторская отливка в бронзе в Латвийском музее 80 сантиметров, вполне возможно, что гипсовая версия была уже для памятника, то есть он уже готовился к установке, а не в малом размере. Еще один бюст работы Залькольна это памятник Скрябина. Вот такой памятник для Петрограда он предлагал. В двух ракурсах даже сохранилось, только в фотографиях сохранился и тоже не был реализован. К сожалению, формат лекции, который достаточно короткий, не позволяет поговорить о каждом скульпторе достаточно подробно для того, чтобы, например, показать его работы других периодов. И тут я все-таки покажу две его работы. Одна – это старушки, образ старушки, стоящей, беженки Первой мировой войны, то есть это 1913-1915 год, такая диссировка. И памятник, установленный в Риге в 1929 году, это памятник писателю Рудольфу Блаумани. Он вызвал большую полемику в Риге. Сейчас считается, опять же, одним из шедевров латвийской скульптурной школы, но в тот момент выглядело достаточно радикально, вызвал немало споров. Почему я показываю эти две работы? Они обе выполнены в камне. Зайникль немного работал с гранитом, именно с камнем, и, наверное, те работы, которые мы видим в эскизах, в гипсе, тоже были задуманы им под реализацию в граните, потому что, опять же, располагает к таким минималистичным линиям, которые для него характерны. То есть тут, конечно, его авторский язык и материалы созданы друг для друга. Следующий памятник, на который обращу ваше внимание, это памятник Софии Перовской, установленный у Московского вокзала, открытый 29 декабря 1918 года. И в архивах и музеях России в основном сохранились как раз такие фотографии. То есть мы видим Софию с одного ракурса. Мы привыкли к этому ракурсу, потому что съемка вообще была, конечно, преимущественно, возможно, с этого ракурса. Трудно было сфотографировать ее от стены Московского вокзала. Также мы видим, что она хорошо достаточно вписана в архитектуру. Сам памятник, вот элементы какие-то ее прически, они отлично пересекаются с полукруглыми завершениями окон. И вообще памятник выглядит достаточно органично. Фотография, естественно, была с открытия. Памятник был расположен напротив, получается, памятнику Александру Третьему, работы Павла Трубецкого. Сразу скажу, что фотография более поздняя. Александра Третьего. Это тоже из фототеки музея нашего. Но у нас фотография того момента, когда памятник снимают. Тут мы даже видим уже надпись советского периода про пугало. Тем не менее, для нас важно, что эти тоже два образа противопоставлялись, потому что София входила в организацию «Народная воля», участвовала в организацию убийства Александра Второго. Александра Третьего в общем-то отдал приказ у казни народовольцев, то есть у ее казни. И это портрет скульптора Орландо Гризели. Он есть и на некоторых фотографиях с открытия. А также обложка книги, опубликованной в Италии. Он был итальянцем, и получается, что практически единственным иностранным участником, тем, кто потом не жил в Советском Союзе, планы монументальной пропаганды в Петрограде. В его родном городе, в коммуне Монте-Скюдайе, во-первых, сохранился его архив, который как раз позволяет нам дополнить наши знания о памятнике Софии Перовской. И вот один из исследователей, фабрица Бручани, опубликовал книгу о нем. Мы как раз на обложке видим достаточно крупный скульптурный портрет Софии Перовской. И вот, благодаря собственным итальянским архивам, мы можем посмотреть на нее в трех ракурсах. И как раз-таки эти документы позволили в реконструкции уже использовать эту информацию, и достаточно много сведений было об этом памятнике. Вообще, для реконструкции мы выбрали те памятники, по которым было достаточно мало фотодокументов. Но в процессе отыскали вот эти. И, конечно, они все равно очень интересны нам. При том, что у Софии, как сейчас говорят, в модельном бизнесе все равно явно была рабочая сторона. То есть та сторона, с которой должен был читаться памятник лучше всего. Но мы видим вот такое вот лицо с других сторон. Интересно то, что, да, конечно, памятник очень много критиковали. Этот памятник был снят достаточно скоро после открытия. Хотя есть воспоминания Луначарского, который говорит, что он был немедленно снят. Но на самом деле не немедленно. Открыт он в декабре, простоял до конца апреля. Тем не менее, он подвергся большой критике, в основном из-за отсутствия внешнего сходства с изображаемым историческим лицом. И также за вот такую вот вычурность формы. То есть его критиковали за форму. Форму в ущерб содержанию. Хотя, на мой взгляд, содержание здесь как раз превалирует над формой, потому что просто автор переходит от портрета конкретного исторического лица к такой репрезентации революции. Но если в других случаях, например, когда речь шла о каких-то собирательных образах, свобода, освобожденный труд, рабочий, великий металлист, то как раз какой-то поиск образа, аллегории, символов, он приветствовался. То, наоборот, если речь шла о конкретных исторических персонажах, о людях из списка, то планировалось, что нужно показать населению достаточно реалистичный портрет того героя, который изображается. И мы знаем, что другие конкурсы, которые проходили в то время, тоже, в общем-то, если это было нереалистичное представление, то памятник не утверждался. Ярким примером может являться конкурс на памятник Свердлову в Екатеринбурге, тогда в Свердловске. Вариант Мухиной «Пламя революции», который был абсолютно не связан с портретом, он не был утвержден. Так, да, показываю вам статью в «Красной газете», потому что очень яркая статья вышла на следующий день после открытия памятника. Мы не видим, на самом деле, такого уж негодования по поводу воплощения образа Софьи, который описывается в мемуарах Луначарского и Шервода на страницах прессы. Скорее, пресса встретила памятник либо нейтрально, либо благожелательно. Здесь, например, проводится параллель между двумя памятниками. Это памятник Екатерине Второй, который находится в Екатерининском саду рядом с Александрийским театром работы о Пекушино. И памятник Софьи Перовской. Пишут, что памятник Софьи Перовской, второй памятник женщине в Петрограде. На самом деле это немножко не так. То есть были разнообразные, были другие памятники, но они были малозаметными в городской среде. Не буду сейчас отвлекаться и рассказывать про другие женские образы в монументальной скульптуре. Но автор пишет, что вот второй памятник женщине установлен на улицах Петрограда. Памятник Софьи Перовской малоразмерно, велик своим значением для претерриата. А памятник Екатерине Второй огромен, но не имеет никакого значения для народа. И, конечно, пишут, он должен остаться только один. Намекаю, что должен остаться памятник Перовской на улицах, но останется, как мы знаем, с вами памятник Екатерине Второй. Я говорила, что эскизы сохранились, благодаря которым мы можем проследить работу над памятником. Справа мы видим эскиз памятника Софьи Перовской. Мы видим другую трактовку, более деликатную, она выглядит более хрупкой. При этом мы видим более сложный постамент. Диагональные членения подчеркивают ту динамику, которая уже задана в самой скульптуре, в ее развороте головы. Но видим достаточно волевое, все равно решительное лицо и существенно более скромную прическу. Обычно Софью Перовскую в фас, все более-менее помнят, в анфас, а в профиль, не совсем профиль, но все равно. Специально мы привели именно этот портрет, потому что больше видно сходство. Конечно, нельзя говорить о каком-то портретном сходстве здесь, но видно, что все-таки скульптор отталкивался от образа реального человека, хотя в окончательном варианте, конечно, о портретном сходстве речь не идет. И здесь я должна сказать об еще одном памятнике, который находится на выставке. Это даже фотография, которую я сделала прямо на выставке. И это вариант скульптуры Бакунина, работы скульптора Королева, представленный на выставке Национальным музеем Татарстана. Изначально подобный вариант памятника Бакунину был создан для Москвы, был установлен в 1918 году, сделан из железобетона около Чистопрудного бульвара. И почему я привожу его сразу после Софьи Перовской? Потому что советские историки искусства постоянно приводили в пример эти два памятника. Перовского и Бакунина. Что это был пример того, что как раз общество могло повлиять на дальнейшую судьбу памятника. И что вот эти два памятника были не одобрены, не приняты народом, и в результате были сняты. Другие работы Гризелли, которые он создавал в рамках плана монументальной пропаганды, но которые так и не появились на улице города. Это два эскиза памятника революционеру Гракху Бабёфу. Эскиз в малом размере и уже, видимо, полноразмерный эскиз. Но этот памятник так и не был реализован. И еще один образ — это Чернышевский. Мы знаем, что памятник Чернышевскому работы Залькальнса был установлен в городе. А этот вариант предполагался Гризелли для Москвы. Тоже видим некоторое отдаленное портретное сходство с изображаемым персонажем. Но, конечно, также мы видим, что автор пересобирает форму и экспериментирует с ней. Следующий скульптор, о котором пойдет речь, это Карли Зали. Тоже латвийский скульптор, вообще несколько латвийских скульпторов и художников приняли участие в плане монументальной пропаганды. Здесь его портрет, а также его портрет на монете в один лад, который больше в Латвии не используется, но очень долгое время имело там хождение. Он тоже, как и Залькальнс, оказал влияние на латвийскую скульптуру. Но если Залькальнс все-таки больше оказал на нее влияние как педагог, а также сохранилось очень много его станковых работ небольшого размера, то Залькальнс как раз-таки создал два значимых монумента в Риге. Но мы поговорим о его ранних работах, когда он только еще в Петрограде учится, в Академии художества, и до этого он учился в Казани. Сразу начинает тоже сотрудничать с... работать над реализацией Ленинского плана монументальной пропаганды. Мы с вами видим два варианта бюста Добролюбова. Один, который был установлен, и один эскизный вариант. Видим, что, опять же, пересмотрел скульптор постамент, отказался от вот этого членения на кубы, немного изменилось положение головы, но в целом основные моменты были найдены им уже в эскизе. Фотография с открытия памятника, предоставленная нам Музеем политической истории России. Конечно, памятник здесь видно не очень хорошо, зато хорошо видно атмосферу. Войска, которые там находятся... И вообще, на самом деле, нужно сказать, что вся эта программа реализовывалась в очень непростое для страны и города время. То есть в Петрограде голод, существенно уменьшение населения. Юденич находится недалеко на подстаку к Петрограду. И, в общем-то, еще даже власть большевиков не до конца устоялась. Есть еще вопросы, останутся ли они у власти. Все это происходит в такой обстановке. Власть все равно считает важным уделять внимание таким символам, как монументы в городе, но и в то же время отчасти поддерживает скульпторов финансово, потому что сохранилась докладная записка 1920 года о том, что более 40 скульпторов погибли от истощения в первые годы революции и гражданской войны в 1918-1919 году. Поэтому такой формат конкурса заказа в том числе был призван поддержать скульпторам, дать им работу. Памятник Добролюбову был утрачен не от того, что пришел уже в негодность, созданный из гипса, а было прокинут наводнением. Вот такая вот фотография из архива кинофото документов демонстрирует, как бюст лежит, он еще не разбит, но уже повален и забросан ветками. В красной газете в статье сохранилась информация о том, что поплыл постамент, как они пишут, и памятник упал, но будет передан в музей политической истории России. Сейчас он называется политическая история России. Но этого не произошло, и памятник в результате был утрачен. Еще одна работа — это как раз бюст Горибальди. Отливку более позднюю вы можете посмотреть на первом этаже. Здесь вы снова видите эскиз. Справа фотографию с открытия. Опять мы видим Луначарского, который готовится сказать речь. И памятник был установлен в 1919 году в марте у московских ворот, а утрачен в 1923 году. Он был снят, но как раз он не был утрачен, простите, пожалуйста. Тут я неправильно выразилась, потому что памятник прекратил свое существование в городе, но гипсовый бюст был передан в Латвию, в Рижский музей. Сейчас там находится, соответственно, авторская гипсовая отливка и более поздняя бронзовая. А у нас находится более поздняя гипсовая отливка, которая и представлена на выставке. Несколько работ зали как раз-таки в Риге, более поздние, памятник свободе и фрагмент скульптурного ансамбля Рижского братского кладбища. Интересно то, что после жизни в Советской России зали ненадолго уезжает в Берлин, там как раз-таки экспериментирует в области кубизма, совершенно кубистическая скульптура, такая футуристическая у него. Его скульптура иллюстрирует один из манифестов Томмазо Маринетти. В общем-то, там у него была интересная художественная жизнь, но он выбрал поехать в Латвию, выиграл там, соответственно, конкурс. Сначала один, потом другой. И более 10 лет занимался как раз этими памятниками, которые сейчас являются значимыми монументами для Риги. Следующий наш автор — это Виктор Александрович Синайский. Вот, наконец, мы видим Бюст Лассаля. И Бюст Лассаля был изначально создан из тонированного гипса, установлен на Невском проспекте у здания Думы. В октябре 1918 года вот мы видим на фотографии как раз как все это выглядело. Нужно сказать, что Фердинанд Лассаль, немецкий философ-социалист, как-то было очень хорошо его имя, было очень хорошо его имя увековечено в нашем городе, потому что здание бывшей городской думы носило название Дома Лассаля. Улица Михайловская, которая ведет к площади искусств, носила название Улица Лассаля, и площадь искусств тоже носила название Площади Лассаля. И вот такой вот Бюст размещался там, когда вы проходите по Невскому проспекту, у вас под ногами фундамент от этого памятника, потому что куда бы он делся. Как раз вы видите постамент с такими членениями конструктивистскими, которые послужили причиной споров с Леонидом Шервудом, хотя Леонид Шервуд потом признавал скульптуру Синайского одной из самых интересных, созданных в рамках плана монументальной пропаганды в Петрограде. Портрет Лассаля, собственно, кто у нас портретируемый, должна сказать, что, хотя здесь в скульптуре прослеживается большее портретное сходство, все равно прохожие не считывали, кто это. Но, возможно, в этом как раз не какая-то там вина скульптора, а просто они не знали, кто такой Лассаль, но опять же программа как раз носила просветельский характер. Сохранилась статья под названием «Кто он?», где журналист приводит такой диалог на улице, что один прохожий спрашивает другого, кто это? Тут отвечает, наверное, Ленин. «Да нет, наверное, Троцкий», говорит ему второй. А на самом деле это немецкий социалист Лассаль. Но весь эффект от пропаганды и агитации, пишет советский журналист, утрачивается, потому что нет подписи на постаменте. Гранитный бюст был установлен в 1923 году, а снят в 1937. И только тогда отправлен в музей. Но при этом для установки памятника рассматривалось несколько вариантов места. Либо, опять же, у Невского проспекта, либо прямо на площади искусств. Такой вариант тоже рассматривался. При этом на площади искусств тут в момент находился постамент для памятника Александру II. Состоялся конкурс в царские времена, как раз перед революцией. И было решено именно там возводить памятник. Видимо, работы по созданию постамента уже закончились. Сохранились документы, которые предписывают разделить постамент на части и часть использовать для памятника Плеханову, а часть для памятника Лассалью. Но решение об установке на площади искусств не было принято. В 1937 году бюст был снят. При этом дважды город возвращался к идее вернуть памятник Лассалью на его место. Один раз после уже смерти скульптора Синайского даже был сделан проект архитектором Василием Петровым, который утверждался на Совете в Союзе архитекторов под представительством Фомина. и был одобрен. Но, тем не менее, проект не был реализован. И бюст обратно на Невский проспект не вернулся. Следующий художник, о котором мы поговорим, о котором мы знаем скорее как живописца, чем как скульптор, это Натан Альтман. Но мы видим его как раз скульптурный автопортрет, который хранится в Третьяковской галерее и достаточно часто публикуется в разных работах. Он создал в Петрограде памятник Ренгену. Этот памятник интересен нам по двум причинам с вами. Во-первых, потому что памятник сохранился до сих пор. Мы уже хотим поговорить не только об утраченных и нереализованных проектах, но и о том, что сохранилось на улицах города. А во-вторых, потому что сохранились вот такие эскизы графические. Тут с госкаталога я просто привожу все данные, а дальше мы рассмотрим его подробнее. Вот такой вот графический эскиз с расчетами. Видно, что это именно такой архитектурный эскиз, где все замеры постамента приведены. И самой скульптуре уделено достаточно небольшое внимание, поэтому нам трудно говорить о том, насколько этот эскиз и тот вариант памятника, который был создан позднее, соотносятся друг с другом. Дело в том, что первый вариант был создан Альтманом в 1920 году и разрушен в 1924. Все тем же наводнением, что и Бюст Добролюбова. И следующий вариант был сделан уже скульптором Синайским, как раз таки по мотивам Бюста Альтмана. Бронзовый в 1928 году установлен и до настоящего времени сохранился. Интересно то, что имени Рентгена в списке не было, и художники предложили его сами. Это было еще при жизни Рентгена. Получается, что чуть-чуть не первый памятник, сложно так говорить, вдруг еще где-нибудь в каком-нибудь небольшом городе, где-нибудь в мире стоит памятник Рентгена, а мы не знаем, но один из первых точно. Был установлен. Соответственно, точно сохранился вот этот конструктивистский вариант постамента из красного гранита, который мы видим на эскизе, но нам трудно говорить о самой скульптуре, потому что мало информации на основе того архитектурного эскиза, который есть в нашем распоряжении. И еще один сохранившийся до наших дней памятник, который многие знают, это памятник Плеханову, работы скульптора Гинзбурга. Тут нам интересно то, как раз что изначально памятник стоял в другом месте. Вот мы видим как раз таки слева вариант, который был установлен у Казанского собора. Мы видим такой деревянный из досок, очень грубый постамент, очень простой, тоже прислодящий впечатление временного. И мы видим гипсовую скульптуру. Дело в том, что скульптор Гинзбург совершенно не планировал ставить памятник на этом месте. Изначально сохранились документы с его письма о том, что он сделал бюст Плеханова и предлагает его к установке. Но как-то из бюста вся эта идея превратилась вот в такой двухфигурный полноценный памятник. И Гинзбург предлагал для памятника место в начале Малой конюшенной улицы, на углу Малой конюшенной и Невского проспекта. Это, возможно, примерно там, где сейчас стоит памятник Гоголя, либо чуть ближе к Невскому. Но решение, которое было принято, было действительно очень спорным, потому что мы с вами понимаем, что с двух сторон от этого памятника находятся фигуры Барклайда, Толи и Кутузова. И вписать памятник в ансамбль в этой площади с учетом двух вот таких уже скульптурных доминант действительно трудная и практически нерешаемая задача. Так что это было не по инициативе скульптора, это было политическое решение, которое принималось, исходя из того, что памятник должен быть заметным, должно быть удобное место для митинга, в общем, с учетом политического и исторического значения. Но памятник временный, соответственно, был установлен гипсовым. А после этого, когда речь зашла об отлитии фигуры в бронзе, это происходит в 1925 году, это один из первых памятников как раз Петрограда, который в Советской России отливается из бронзы, уже выбирают другое место для памятника. Он обретает место у технологического института. Там, где мы сейчас его и знаем. И фигура Плеханова создана скульптором Гинсбургом, фигура рабочего скульптором Харламовым. И так еще и получилось, что эти две фигуры отливались на двух разных заводах. Сложная история была у памятника, но до нашего времени он сохранился. Мы, к сожалению, не сможем поговорить обо всех памятниках, которых было много, 31 за этот период. И это только то, что относится к списку либо к конкурсу заказа. То есть имени может не быть в списке, но оплачивалось как конкурс заказ. Кроме того, были в Петрограде еще отдельные конкурсы, например, на памятник Розе Люксембург и Карлу Липкнхту, на памятник Великой революции, памятник Интернационалу. И тоже, в общем, по всем этим конкурсам есть интересные материалы, но они не привели к установке. Наверное, отдельно хочется отметить несохранившийся памятник Карлу Марксу, работа Матвеева, который стоял около Смольного, и который действительно как-то вот здесь все зашли, и все левые художники поддерживали, и правительство тоже одобряло. Все, в общем, были в восторге от Карла Маркса. Но памятник не сохранился до наших дней, а другую работу скульптора Матвеева, композицию «Октябрь» вы можете увидеть тоже на первом этаже. Это та скульптурная группа, которая стоит у БКЗ «Октябрьский». Хочу показать буквально несколько фотографий, как проходила реконструкция скульптур для нашей выставки «Просим снять». Долго, достаточно времени, несколько месяцев они простояли в окнах Невского 19, и проект получил вот такое неожиданное продолжение, когда скульптуры оказались в рамках выставки «Сопряжение форм» на портике манежа, в общем-то вышли совсем на улицу, получается, как и мечтали их авторы. Павел Петрович Игнатьев, преподаватель Академии художеств, который руководил работой студентов Академии художеств, и вот мы видим непосредственно студентов, реставраторов Академии, которые над этими моделями памятников работают. Спасибо большое за внимание, за то, что вы пришли сегодня. Очень жаль, что получилось рассказать не обо всех памятниках, но, наверное, действительно это невозможно в рамках такого формата. Спасибо за то, что интересуетесь скульптурой, буду рада ответить на вопросы, если смогу. Екатерина, спасибо за подробный рассказ, такой вдохновенный. Вы упомянули, что места для памятников выбирались не случайно, и обещали, что расскажете об этом чуть больше. Может быть, есть несколько интересных, ярких примеров выбора мест. Спасибо. Спасибо. Да, как раз-таки вот Софья Перовская является примером такого противопоставления с памятником Александру Третьему, то есть место выбрано не случайно, а исходя из этого исторического противопоставления двух персонажей. И памятник Радищева тоже такое противопоставление Екатерине Второй, при которой он, собственно, был осужден. Вот оно выразилось в том, что именно памятник ему поставили около ее резиденции, около Зимнего дворца. Спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня вопрос, связанный с вождями нашей революции. А вот судьба их памятников, вообще была ли задумка им поставить монументы и сохранились ли они? Спасибо. Да, как раз-таки приоритетом была установка памятников Марксу и Энгельсон. Уже при публикации списка было указано, что вот большой список деятелей культуры, науки, революционеров, но основное внимание нужно уделить памятникам как раз Марксу и Энгельсу. Поэтому, да, в Петрограде тоже было реализовано несколько памятников, то есть не только памятник Матвеева. Но при этом памятники Ленина в основном возникают после его смерти. Все-таки есть какое-то количество памятников с 1917 по 1924 год. Но в основном Лениниана начинается в 1924, то есть момент, когда начинают активно восстанавливать памятники Ленину. Все скульпторы активно над ними работают, особенно те, кто знал Ленина при жизни. Опять же, мы видим такие интересные вещи, когда скульпторы же, они до этого работали в Царской России, опять же, участвовали в конкурсах на памятник тому же Александру Второму, а потом уже работают над памятником Ленину. Спасибо огромное за очень интересную лекцию. У меня вопрос по поводу подписи памятников. У Лосаля не было подписи. Это было принципиальное решение? И вообще подписывались ли постаменты, или они сознательно оставлялись без подписи, для того чтобы прохожий узнавал, заведомо дозная личность? Спасибо. Спасибо. На самом деле, это как раз интересная тема, потому что изначально планировалась даже, была идея ставить цитаты на памятники тем людям, к которым они останавливаются. Но стало понятно, что с цитатами есть сложности. Непонятно, как удачно выбрать цитату, так чтобы она действительно подходила к месту. С революционерами все не так просто тоже, как там быть с Плехановым, потому что не все идеи Плеханова совпадали с идеями Ленина. И от этой идеи отказались. Хотя изначально Ленин как раз фантазировал, что надо не только скульпторов и художников привлечь к оформлению городов, но и поэтов и писателей, которые тоже будут создавать свои подписи. Идея не была реализована. Наверное, в архитектурном только памятнике на Марсовом поле у нас есть стихи Луначарского. Обычно все-таки подписи были. В большинстве случаев просто были имя и фамилия. В некоторых случаях была какая-то более подробная информация. Редко. А вот у Лассали не было подписи. И, честно говоря, я не знаю, почему так было, почему скульптор выбрал такое решение. И, судя по всему, еще какое-то время на нем наставил, потому что после разоблачительной статьи о том, что никто не может узнать Лассали, ситуация не изменилась. И еще один вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, по поводу того, как скульпторы получали материал. Потому что в следующее десятилетие это все регламентировалось союзом художников и фондом при нем. А как здесь происходило? Потому что тоже время условно-смутное. А все-таки очень много макетов, моделей, и, соответственно, сами памятники, которые потом были разрушены, уничтожены. В общем, все, что с этим связано. Спасибо. Да, вот как раз отдел ИЗОК критиковали за то, что очень медленно они выполняют директиву. А на самом деле проблема была в том числе и с материалами, с мастерскими. То есть все это нужно было организовать, это требовало времени. Сохранились документы о том, что даже гипс привозили из Швеции для памятника «Особожденный труд». Вот этот вот огромный 10-метровый памятник, для которого требовалось много материала. То есть государство на самом деле прикладывало усилия для того, чтобы в условиях голода, плохого транспортного снабжения, потому что в Петроград еще поезда плохо ходили в 2018 году, все равно обеспечить скульпторов материалами. Скульпторам выдавался аванс, определенную сумму для того, чтобы как раз организовать работу. Выдавались мастерские, в том числе на территории Академии художеств, для того, чтобы они могли работать. Какое-то количество материала, наверное, уже было там. Но в общем, да, то есть их обеспечивали материалами для работы, но частично это было в счет того гонорара, скажем так, который выплачивался. То есть на каждый памятник предполагалась определенная сумма, и она включала и работу скульптора, и установку, и материалы. У меня вопрос. Общеизвестно, что многие исторические памятники... Hello, I'm here. Некоторые исторические памятники, которые были установлены до революции, они были замещены революционными. Общеизвестный Александр III. Пьедесталы использовались, а памятники удалялись. Удалось ли сохранить смещенные исторические памятники, были ли они восстановлены на прежние места? Я могу сказать про памятник великому князю Николаю Николаевичу, что памятник был утрачен, соответственно, сохранились документы о том, что бронзовые детали перевозят в Академию художеств, но там дальнейшая их судьба неизвестна, скорее всего, они были переплавлены. В мастерской скульптуры каноники в Риме сохранилась авторская модель этого памятника. То есть мы очень хорошо себе представляем, как он выглядел, но в том размере, в котором он был осуществлен, не сохранился. Что касается Берштама... Наталья, можно я вас попрошу? Это моя коллега и руководитель Невского 19. Добрый день, коллеги. Мы с Екатериной работали над этим проектом «Просим снять» и над его продолжением в пилотной серии проекта «Сопределение форм». С памятниками Берштаму произошла любопытная история, как два памятника Петру, которые стояли на набережной, Петр Плотник и Петр, спасающий матросов. И уже в момент их появления они вызывали огромную критику у художественной интеллигенции. И они были излишне дидактичны с точки зрения того же Бенуа. То есть он просто считал, что это абсолютное безобразие, которое должно быть убрано. Но это те памятники, которые мгновенно убираются с улиц Петрограда, поскольку им было отказано в художественной и исторической ценности. И в общем, с точки зрения художественного вкуса искусствоведов, это было именно так. Это абсолютно дидактические, фактически просто увеличенные кабинетные, станковые произведения, которые в общем не монументальная скульптура. Их долгое время не было у нас с вами на улицах, но в момент празднования 300-летия Петербурга у Бердштама была авторская копия, которая была отправлена в Голландию. И вот там она сохранилась. Петр Плотник сохранился как подарок Российской империи и Голландии. И вот оттуда он к нам вернулся на празднование 200-летия Петербурга, был подарен обратно голландцами и был установлен примерно на том месте, где он и стоял. Чуть-чуть место было сдвинуто. Моряки тоже вернулись. Они сейчас около лахта-центра, но это не полная копия, поскольку у нас нет ни модели, ни какой-то авторской копии. И там воссоздан по мотивам памятник. Он немножечко отличается от оригинала. Но сейчас примерно то, что было когда-то на улице Петрограда, на набережной вы можете видеть у лахта-центра. Скажите, пожалуйста, в рамках плана монументальной пропаганды сколько было создано памятников провинции? Вы знаете, я пыталась как раз рассказать, что нет какого-то единого определения того, что является плана монументальной пропаганды, а что не является. Потому что часть историков искусства считают, что вся монументальная политика Советской России это продолжение ленинской идеи, это плана монументальной пропаганды, а часть считает, что то, что соответствовало списку и конкурсу заказа, только это считается. И поэтому мы в такой совершенно системе, где нет единого определения, и мы не можем говорить о количестве. Поэтому могу сказать, что во многих городах, то есть в Екатеринбурге возводились памятники, в Казани, в Саратове, в Челябинске, в разных регионах еще часто возводились памятники жертвам революции, именно. И это часто были памятники в архитектурной форме, чаще всего обелиск. Но по количеству не могу сказать. Если Ленин и то более-менее количество памятников посчитали, сколько было установлено, то здесь, наверное, невозможно ответить на этот вопрос. Продолжение следует...